У меня сегодня супер уютный уже рождественский фон, я практически в домашней одежде, короче, надеюсь вы словите эту атмосферу, и давайте начинать! Всем привет, с вами Ирина Дрим, и сегодня у меня на канале распаковка посылок с сайта Joom. В отличие от Алиэкспресс, Joom я пользуюсь мобильным приложением, потому что это гораздо удобнее, там все настолько классно сделано, что мне даже не приходится заходить на сайт. Вы можете скачать приложение по ссылке в описании, и благодаря этому вы получите вот такой промокод, на самом деле вы и так его получите. Моби даст вам 10% скидки на ваши заказы, на Joom я и так с 8 по 11 90% скидки, но еще и минус 10 моих процентов, то вообще получаются товары бесплатно. На самом деле в моих посылках сейчас есть цепочка за 19 рублей, к примеру, она такая красивая и всего 19 рублей, это практически бесплатно. Но если вдруг вы на других магазинах уже выбрали товары, которые хотите заказать на 11-11, то не забудьте использовать кэшбэк сервис Мегабонус, ведь он вам даст еще больший процент скидки. Благодаря Мегабонусу на некоторых магазинах из тысячи, которые у них есть в партнерах, вы можете сэкономить до 40%, вы представьте себе. Я даю вам промокод, который поднимет ваш процент кэшбэка на всех магазинах, обязательно его вводите и вы будете получать больше денег обратно. Промокод действует 7 дней со дня ввода, так что вводи прямо сейчас по ссылке в описании, регистрируйся в один клик. Это все делается на Мегабонус, можно вводить с социальных сетей или со своей почты. Находите графу промокодов, вводите его и все, промокод активирован. Далее этот умный сервис будет определять, когда вы заходите в какие-то магазины, и если этот магазин есть в партнерах Мегабонуса, он обязательно вам напомнит о том, что нужно сэкономить, братан. Так что активируй меня. Вывести свои деньги вы сможете любым удобным для вас способом, а вывод начинается от полутора долларов. Я уверена, что у каждого из вас после этой распродажи 11.11 будет обязательно полутора долларов, которые сможете положить себе на телефон, к примеру, как я. Честно говоря, некоторые реально задаются вопросом, почему я каждый раз рассказываю про Мегабонус, но каждый раз я вижу, что люди регистрируются по ссылке, которую я оставляю в описании. И это значит, что у них до сих пор нет этого сервиса. Поэтому я уверена в том, что нужно рассказывать об этом. Ведь кто-то реально не знает, что есть такой сервис, который может возвращать вам деньги обратно. Открываю первую посылку. Ужасно грязные пакеты, впрочем, как обычно. И это постельное белье. Я помешалась на постельном белье еще давно. И я обожаю любое новогоднее светлое постельное белье. У меня больше всего в таких они оттенках. И здесь тоже светлое постельное белье, но наполовину. Практически наполовину. Вы, возможно, видели это постельное белье в пабликах, во всяких мемах, что ее сторона и его сторона гораздо меньше, чем ее сторона. На самом деле, это такая жиза у девочки, если кто-то уже живет со своими мужьями, парнями. Но согласитесь, это же правда. Я хочу застелить это постельное белье и посмотреть на реакцию Максима. Как он отреагирует, мне интересно. Очень приятный такой легкий-легкий материал. Сейчас я сплю под двумя одеялами. Первое у меня вот как раз-таки вот такое легкое, с легким постельным бельем. У меня такое же точно по материалу мраморное. Мы обожаем это постельное белье, я тоже это говорила. Так что это, я думаю, мы полюбим. Особенно с такой-то отметкой, черкой. Видите, да, у вашего парня просто, ну, даже полподушки. Не вся его подушка. Ну, это реально правда. Конечно, не советую покупать такое постельное белье в начале отношений. О, они могут закончиться. О, попозже, уже нормально. Вот эту посылочку я открыла, надеясь на то, что вы меня станете лучше слышать. Но, как оказалось... Нет. Не очень хороший микрофон пришел ко мне. Это петличка, которая крепится вот сюда. Здесь все отлично просто упаковано. Есть вот такой вот кожаный чехол. Петличка длинная. Мне все понравилось. Но, когда я записала звук на нее, я просто поняла, что мой телефон без петлички записывает лучше. Я уже начала снимать походы такие по магазинам, по новогодним товарам. Икея, Викспрайт. Но туда я еще не брала эту петличку. В следующий раз, когда я пойду в Ашан, к примеру, я возьму ее и вы напишите мне, как будет звук. Так что, если вы хотите снимать шоппинг-влоги или у вас не очень хороший микрофон на телефоне, то можете брать. Не совсем уж она прям плохая, но хуже, чем, например, микрофон на айфоне 10. Заклеенная посылочка. Была у меня в наборе с другими. Я открыла уже. Там, по-моему, микрофон этот был. Ооо. Вот этот товар моя мама ждала очень долго. Потому что это самая идеальная вещь, если у вас кипятится, например, суп или бульон, ну или вы готовите что-то подобное. Вы кладете сверху кастрюли вот эту резиновую прокладку. И когда ваш суп будет кипеть или бульон, образуется пенка. И это все не будет выплескиваться по бокам. Оно все будет сохраняться вот в этой резиновой чашке. Здесь есть цветочек, который будет подниматься, когда суп кипеть и пропускать как раз-таки вот этот весь бульончик и лишнюю жидкость. На картинке это выглядело вообще все прекрасно. В отзывах люди писали тоже, что используют постоянно эту прокладку. Я думаю, что и мы будем ей пользоваться. Кстати, у меня есть очень много товаров для кухни из Алиэкспресс, которые я могла бы тоже показать в отдельном видео. Но не знаю, как это интересно будет вам. Тут какая-то у меня коробочка. О, я знаю, что это. Ой, прекрасно. Ой, нет, не прекрасно. В смысле? Что за обман такой? Короче, это морской конек. Я очень хотела себе такой морской конек. Я, правда, его хочу покрасить. Но вот, вроде все нормально, да? С ним красивый такой он. Но вот что. Просто пришла половина морского конька. Нормально, да? На фотографии у продавца этого вообще не было видно. И там, ну, реально был нормальный морской конек. Специально, короче, так фотографирую, чтобы вы даже не видели. Вот так он вставляется на свою подставку. И вы можете себе поставить его куда угодно. Можно, наверное, вот так вот приподнять. Это будет не очень прочно. Лучше вот так. Нет, классный, красивый. Все. Но я не ожидала, честно, что придет всего лишь половина конька. Так, это тоже товар для кухни. О, это складной дуршлаг. Если у вас мало места на кухне, сейчас просто идеальный выбор складных принадлежностей. Есть складные ведра. Продаются и в магазинах, и на Алиэкспресс. Складные дуршлаги. Складные эти, как у... Контейнеры складные. Короче, много есть всего, и это настолько удобно. Тазики, что вы можете просто сложить все вот эти предметы и положить их в один ящик. И у вас не будут они занимать вот такое вот все пространство. Ну, в общем, вот такой вот дуршлаг мы заказали. Классный, интересный. И хотя у нас места много, но и оно когда-то заканчивается. Квадратная посылочка. Ой, красотища. Ко мне пришло зеркало. Испорченное. Да что такое, я не поняла. Что за испорченные такие посылки непонятные? Это нехорошо. Вы мне про кэшбэк в прошлый раз на Джуме рассказали, что возвращение идет поинтами. А вот скажите, если, например, вот товар такой бракованный. Вот у меня зеркало покорябанное. Ну, как я его вот так повешу теперь? И что мне делать? Мне продавец должен вернуть деньги за это или нет? Так это хорошее, красивое. Я думала повесить его в свою комнату, где я обычно снимаю видео. Но теперь не повешу. Вот это, наверное, ко мне пришла цепочка. Да. Цепочка, которая стоила 19 рублей. По-моему, еще по скидке там она была. По акциям. Если вы не знаете вдруг, то там акции проводятся вот такие вот часовые. То есть каждый день выкидывается какой-то один товар. И он стоит очень мало. Например, он стоил обычно 1500 за постельное белье. Я его купила за 1000, потому что вот была акция моментная. И там пишут, купите с вот этим человеком. И я купила постельное белье вообще дешево. А так может товар стоить намного дорожно. Например, цепочка может. Там стоила 50 рублей, а я ее за 19 купила. Здесь просто золотое сердечко. И мне показалось, это будет красиво, если я надену. Ну, вы знаете, я люблю три цепочки подряд наделать. Две цепочки. И вот это золотое сердечко, как самая верхняя цепочка, будет смотреться, по-моему, очень круто. Опа! Ой, наконец-то ко мне пришли другие сосочки. Господи, я так вот достала, наверное, вот этими сосочками. Ну, просто чем больше их, тем лучше. И на самом деле, вот это самые лучшие. Вот эти апгрейднутые, которые поднимают вверх грудь. И которые есть такой вот накладкой еще, которые... Короче, которые поднимают грудь. Нет, мне они не понравились. Надеть их разово, куда-то, с платьем, там, если вам это нужно. Да, но на ежедневном использовании они неудобные. Слишком там прям жуткая клейкая основа. Тоже она приклеивается везде, и к пальцам, и ко всему. Короче, не очень приятно. А вот эти самые идеальные. У них клейкая основа достаточно нормальная, простая такая. И они прям капец какие многоразовые. Черная посылочка. Ой, что-то тут развалилось у меня. Так, понять бы еще, что это. А-а-а, тюты. Ребята, это то, что стоит очень дорого у нас в магазинах города. А на Алиэкспресс почему-то и на Джуми стоит прям нереально дешево. Это не заметки, не подумайте, не листочки до заметок. Это золото на листочках. Ой-ой-ой, с ним надо очень аккуратно обращаться. Вот оно рвется капец как. Это для диайвай создано. То есть вы красите какой-то предмет. Ну пусть будет золотой или серебряный цвет. А потом вот такой золотинкой прикладываете к вазе, к примеру. И ваша ваза будет вот... Я, короче, вставлю картинку, что я хочу сделать. И чтобы вы понимали, как будет выглядеть, если это золото нанести на предмет. Короче, диайвай. Дорогу диайвай. Правда, вы уже не очень любите его смотреть, но все-таки мне нравится его делать. И это украшает мой дом. Почему бы и нет? Еще одна квадратная посылка. Прямо сегодня одни квадратные посылки какие-то у меня. Что-то мелкое. Ууу! Мне надо маме отдать. Это фонтан, который работает от солнечного света. Здесь солнечная панель. Как только выходит солнышко, панель заряжается. И фонтанчик начинает литься и работать. Эту коробочку я уже открыла. И здесь произошел такой пэйл, потому что ко мне должна была прийти лампа. У нас такое предвкушение. Мы с мамой ждали ее. Достаем и получаем вот это. Вот такой вот маленький комочек перьев. Действительно, лампа безумно маленькая. Наверное, нам следовало прочитать сантиметры, а не смотреть, как обычно, на картинку. И вы будьте внимательны, ребята. Ну, просто. Вот такая вот Масюнечка. Если у вас есть какой-то мини-уголок, где вы можете эту лампу разместить, или у вас есть место, может быть, три таких вот купить, тогда это будет смотреться классно. Но в большой комнате, где нет для нее места, ну, совсем не очень. Здесь идет LED-лампа. Также в наборе неразбитая, хорошая. Патрон, провод, все как надо. То есть, все в комплекте. Вам не надо даже ничего покупать дополнительного. Ну, единственное, вот прокол с размером. А также перед тем, как вы ее будете вешать и вообще распаковывать сразу, лучше распаковывайте на балконе, потому что перья летят только так. Мы уже ее хорошенько вытряхнули. Как видите, перья вылетели не все. Все. Практически осталось на месте. Четыре посылки осталось. Надеюсь, мои ножки выдержат. А то что-то они уже у меня затекли за все видео. И вот здесь. Ой, моя мама будет счастлива. Она обожает на море использовать вот такую кепку. И хоть я ей постоянно говорю, что да мне такую не надо. Но как только мы едем на море, я у нее забираю эту кепку, надеваю, когда у меня особенно нос уже сгорел, и иду купаться в море. Наверное, мне тоже уже пора купить точно такую же кепку. Но для меня это какая-то старость. Я не знаю, это все мои предрассудки. Вот эта кепочка вообще очень современная. Здесь, во-первых, есть полотенчика. Если вдруг вы потеете и вообще, чтобы не скользило, эта полотенчика все в себя впитывает. Здесь есть замочек такой вот. Надевать можно вам как вы захотите сами. Вот так, по-другому как-нибудь. На самом деле смотрится реально хорошо. И самая главная функция этой кепочки. Опа! Опа-на! И все. И лицо сбоку тоже не подгорает. Чаще всего вот такие навесы кепочки носят кореянки, чтобы не загорать. Мне тоже очень нравится вот эта кепка. Она прямо-таки многофункциональная. Здесь такой приятный материал. Выглядит она тоже классно. На ней нет каких-то лишних рисунков, которые портят ее. Одно хорошо, я знаю, что моя мама будет мне ее точно давать. Малюсенькая посылочка. Ой, так ко мне поднос пришел. На самом деле я думала, что он будет побольше. Да, я вот подносик заказывала моя мама. И я думала, что он будет побольше. Даже описание не читала, просто увидела уже в заказах. Такой хорошенький, в принципе, да. На мой туалетный столик вообще самое то. Хотя я это заказывала мама, наверное, она рассчитывает на него. Здесь классно хранить украшения. Особенно хорошо будет использовать его для раскладок в Инстаграм. Заметили, да, у меня в каждом видео есть что-то для раскладок в Инстаграм. У меня, в принципе, весь дом состоит из раскладок в Инстаграм. Ой, что тут такое? Какая коробочка красивая. Пипец. Так, открываем. О, помните, я говорила вам, что я заказала подсвечник? И вот он ко мне пришел. Смотрите, как все тут хорошо упаковано. Раритетный, назовем его так, подсвечник, которым торгуют у нас и на барахолке на рынке. И вообще закрадывается мысль, что все эти люди на барахолке покупают Алиэкспресс подсвечники. Ой, сколько деталей. Сейчас я соберу, ребят. Ой, какой красивый. Здесь даже бар, как я, снизу. Слушайте, он попал на китайскую газету. Это очень прикольно. Здесь иероглифы, цифры, проценты какие-то. Ну, просто бомба. Посмотрите. Волшебный просто подсвечник. Я реально такой очень давно искала и не могла найти ни на барахолках. Ну, я нашла, да, на барахолках, но там очень недорогие. А тут все так минималистично, вроде и немножко со старым стилем. А вроде как бы он и выглядит очень даже новым. Я очень советую вам купить такой подсвечник. Он просто нереально дополнит интерьер. Хоть новогодний, хоть осенний, хоть какой. Станет эстетично в каком-то уголку вашего дома. Ну, короче, прям правда. Я в восторге от него. Такой качественный, тяжеленький. Последняя посылочка у меня в коробке. Здесь моя нелюбимая штука, после которой придется пылесосить. Какой красивый! Все равно на пакете было куча пенопласта, но я счастлива, что ко мне дошел настолько красивый. Да, мою мать! Настолько красивый ананас. У меня есть золотой, но вот такого белого. Прям вот каждая мини-мили-мили деталь в нем прорисована. И сделана так аккуратно. Он тяжеленький. Я не ожидала серьезно такого качества. На Джуме есть у очень многих продавцов по различной цене такой ананас. Внимательно смотрите на цены. Это размер L, самый большой. Мой, кстати, ананасик немножко побольше. Но и стоил мой дороже. Этот я взяла за 300 рублей, кажется. Я прям ловила скидку. Там за 400 были, за 600 были. Но я ухватила себе за 300. Так что это еще одна доказательство того, что ловите скидки. Удобнее всего это делать в мобильном приложении, потому что телефон всегда рядом с вами. Если вы поставите крышечное уведомление, то о скидке вам будут сообщать. И это были все товары на сегодня. А ко мне должно прийти еще примерно около 5 товаров с Джума. Но я покажу их уже в видео с Алиэкспресс. Потому что сейчас с Алиэкспресс начнет ко мне приходить нереальное количество товаров. И новогодних в том числе. Надеюсь, вам было сегодня со мной атмосферно, уютно. Ну и помните, мечтаю, действую и никогда не останавливайся. И не забывай сегодня 11.11 экономить. Ты знаешь как. Всем пока-пока. Люблю тебя. Пасхалки с прошлого видео были спрятаны на этих местах. А вот и случайные два человека, которые нашли их. Поздравляю вас и передаю привет. Ваши сигны будут в сторис на моем инстаграме.